Орей – одно из самых популярных мест отдыха. Природа здесь завораживает. Лесной массив с живописными соснами, лиственницами и кедром. Вода, обладающая лечебными свойствами, целебная здесь и грязь. Она лечит кожные заболевания. Научно доказанный факт. Орей – место, где отдыхает душа и где сегодня творится настоящий беспредел. Власти Забайкалья в 2014 году создали природный парк на озере Орей для сохранения экосистемы водоема и окружающего леса. Постановление подписал тогда еще в Рио губернатора Константин Ильковский. Виталий Сумароков – местный предприниматель. Уверен, идея хорошая, если бы ее продумали и довели до ума. Сегодня Орей мучительно погибает. Причем весь бардак благословила сама дирекция природного парка. По закону в природный парк въезд на автомобилях запрещен. Разведение костров на территории парка запрещено категорически. А вы приедете сюда, когда есть отдыхающие, в июле, и посмотрите, что здесь творится. То есть по лесу машины ездят возле каждого дерева. Возле каждого дерева палатки, мусор кругом, костры, ну, как будто нашествие татар. То есть этого никто не запрещает, не знаю по какой причине. Ну, никто не запрещает, никто не контролирует. Вода Орея очень чистая, отличается слабой минерализацией и высоким содержанием кислорода. На просторах интернета вы легко найдете подобную информацию. На деле же все иначе. Местные рыбаки общаться с нами отказались. Заметили лишь, жить легендарному озеру осталось недолго. Я вот, допустим, нынче разговаривал с рыбаками-любителями местными, кто рыбачит на озере. Они мне объяснили, что озеро зарастает. Если раньше травы было намного меньше, сейчас травы намного больше стало. То есть озеро превращается в болото. Если его не выработать план, как это озеро очистить или еще что-то, то я думаю, что лет через 15 здесь будет болото. Обратите внимание, вот там вот у нас ходят домашние животные, да, по уставу природного парка. В уставе природного парка, не помню, какая статья, а там записано, значит, что на территории природного парка категорически должны отсутствовать домашние животные. Категорически. Тем не менее, вы летом, если приедете, вы увидите, там и коровы, и кони, и кого только там нет ходят. То есть берег гадят, мусор этот коровы растаскивают. С этим никто не борется. То есть делается все просто на показуху. Директор природного парка Юрий Холостов. Для большинства местных он как красная тряпка для быка. Население уверено. Кровь арея проливает именно он. Это какой директор называется? Руководитель парка торгует водкой и пивом. Извините меня, я такого еще никогда не видела. Торгует где? На берегу озера. И пиво, и водка. Все он торгует там. Однажды пенсионерка стала невольным свидетелем запрещенной рыбалки. Это было года, наверное, три назад. Сейчас уже три, да. Я утром, я у Кряжева работала. Утром рано, я в шестом часу уходила пешком на озеро. Ну, как бы на базу работать. Утром иду, гляжу моторка. Ну, думаю, Холостов проверяет. Ну, гляжу компания. Сети они потихонечку. Сети. Когда я вышла на берег, он меня увидел. Понимаешь? И он вот так крутанулся несколько раз. И дальше отъехал. Ну, я же не могу стоять. Конечно, сети он ставил. Сети сам. С друзьями. Охота в зоне природного парка тоже запрещена. Однако, Людмила Минакова уверена, это правило здесь нарушается. У него собралась компания. Они делали шашлык. Шашлык. Я рядом живу, ему, наверное, насчет меня очень плохо. Потому что я очень такая соседка-то, как бы для него неблагоприятная. Потому что я все вижу и все знаю. У него, значит, шашлычки туда-сюда. Собака несет голову козы. Но коза, дикая коза. От всего двора. Ну, что это такое? Извините, значит, никому ничего нельзя и ты не стреляй. Я считаю так? Так. Вот так вот. Я в лес не хожу, конечно, не охочусь. Но, извините, он директор парка. Он как говорит, я хозяин. Эти люди будут, негры, передо мной преклоняться. Вот тут, на Орейских. Это что такое? Вот такое у него отношение к нам. То есть он людей называет неграми? Да. Вот в магазине лично сама слышала, что он так говорил. Как рассказывают жители, Холостов живет здесь на правах местного царька, которым сам себя и окрестил. Он, как рассказывают местные, пытался собирать и дань с тех, кто торгует лечебной грязью. В свое время, когда господина Холостова Юрия назначили на эту должность, я в то время жил в Ростовской области, ну, местные меня все знают. Мне заморили местные сами туда. И говорили, говорит, Иваныч, ты поговори, он с нас требует деньги за то, что мы вот тут грязью здесь торгуем. Он требует, чтобы мы ему часть денег отдавали ему. И я ему позвонил, сказал, Юр, ты что, совсем что? Такого делать нельзя? Ну, я не помню, чем это закончилась история. Но грязью сейчас торгуют у него на территории. И у меня с этим вопрос. Они с ним делятся? Александр Назаренко с первого года в парке работал водителем. Рассказывает, Холостов за людей не считает не только местных, но и самих туристов. Ну, лучше этого у него спросили. Я не знаю, за кого считать, но не за людей точно. А тут он загородил. Получается, он парковскую землю кому-то дал. Сеткой загородили. Ну, то он забрал, это, заставили убрать. Убрали они. А люди на дороге прям машины бросали и подходили. А туда потом сделал ворота, через эту сетку. Берет деньги, заезжает в машину. Чего к чему? За что берет? Вы не знаете, сколько берет? По-моему, 500, что ли, было. Или 500, или 200, точно не скажу. Арей превратился в зарабатывание денег. Ни о какой его сохранности речи не идет. Мусор здесь разбросан повсюду. На весь парк стоит всего 4 маленьких туалета. Вдоль тропы встречаются огромные целебные муравейники, которые, кстати, можно использовать как ингаляторы. Один из них безжалостно разрушил автомобиль. И это только тот, который заметили местные. Отработанные автомобильные шины здесь находятся по периметру всего озера. Таким дешевым и сердитым способом Холостов хотел решить проблему близкого подъезда автомобилей туристов к водоему. Однако не учел, что отходы химического производства ядовитые. Еще в конце 21-го года природоохранная прокуратура потребовала Холостова устранить нарушения. Однако ВОЗ и ныне там. Более того, ничего страшного он в этом не видит до сих пор. В прокуратуру есть свое видение, у нас есть свое видение. У нас наше видение, то есть как бы разнятно с видением прокуратуры. Ничего у нас не нашлось под рукой, мы поставили автомобильные шины. Ничего страшного в этом не происходит, потому что там стоят автомобильные шины. И почему местные жители негодуют, для меня это тоже большой вопрос. То есть это все делалось во благо, а не вопреки. Отдельная тема – домики для отдыхающих. Вкопаны они прямо в грунт русла реки. Раньше до этих сооружений здесь водился аист черный. Он занесен в Красную книгу. Летом по протоке заходили на икромет караси и мелкая рыба. Ничего этого больше нет. Теперь там есть мусор, который туристы выбрасывают прямо из этих построек. Однако Юрий Холостов в телефонном разговоре с нами, все вышесказанное о нем местными жителями, считает клеветой. А, ядоволоситью рыбу видели. Ну, может быть, не знаю. То есть, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Вы добывали рыбу сетью? Я не добываю сетью рыбу. Я против сетей. Это скажут вам все, кто знает меня. И я думаю, что, наверное, надо прекратить этот разговор. Если вы задаете чересчур каверзные вопросы, местные жители очень сильно недовольны тем, что мы потихонечку их прижимаем. То есть мы запрещаем им рыбачить в те сроки, которые запрещены. Мы запрещаем им охотиться. Мы запрещаем им рыбачить. Мы ловим браконьеров, в том числе и местных жителей. Поэтому у них такое негодование. Они пытаются всеми правдами и неправдами, в основном ложью. Пытаются клеветать. То есть и меня, и моих сотрудников. Это длится уже на протяжении 2014 года, как образовался парк. Из-за вас, из-за прокуратуры, которая не понимает вообще абсолютно ничего. То есть, которая только звездочки себе зарабатывают. Вот из-за таких, как вы, людей, я просто-напросто завяжу этим. Я брошу, пропади она пропадом. Пропади она пропадом. Вот честное слово. Пусть найдется дурак какой-то еще один, такой же. Навряд ли найдется такой дурак, который бесплатно будет бегать, собирать для 10 лет, чистить это озеро. И слушать идиотские рассказы местных старух, которые подогреваются вот этими нашими СМИ. Которые не могут поехать, посмотреть и проверить эти факты. Я вас очень сильно, то есть, как бы, предупреждаю, прежде чем выбрасывать такие материалы, особенно вот по поводу там клеветы насчет сетей и голоса, и еще остального. И я вас прямо сейчас в телефоне предупреждаю, имейте в виду. Я буду с вами очень судиться, прямо, прямо жестко судиться с вами. Это клевета, это клевета, и вы будете за нее отвечать.